В третий раз украинская сторона принимает командование Черноморской группой военно-морского сотрудничества Black Sea 4. Военные моряки Украины и России, Болгарии и Румынии, Турции и Грузии на протяжении более трех недель проведут ряд совместных учений в Черном море. Среди них тренировки по противолодочной и противовоздушной обороне, проходу за тралом, по связи, поиску и спасению, а также тактическому маневрированию. Тут и представлены, как видите, и ударные силы, и противолодочные, и противовоздушная оборона, и миннотральные силы. То есть, очень большой аспект может наше соединение решить. В течение достаточно короткого времени в назначенной точке в Черном море соединение те корабли, которые сейчас представлены на плечале, они собираются и начинают отрабатывать задачи совместные, которые поставили наше правительство, правительство Черноморских государств. Помимо привычных учебно-боевых задач, будут в этом году и нововведения. Это проведение внеплановой активации. В ней примут участие не только корабли соединения, но и другие корабли, базирующиеся в Севастополе. Будут отрабатываться вопросы по легенде учения. Один из кораблей получил повреждения, терпит бедствия. И с этой целью для недопущения и экологической катастрофы, и спасения личного состава людей. Спасение судна привлечено, инициировано украинской стороной внеплановая активация соединения «Боксифор». Соединения «Боксифор» прибывают в район бедствия и оказывают помощь. Необходимость подобных учений отмечают и командиры кораблей. По их словам, взаимодействие военных моряков разных стран – важнейшая составляющая борьбы с терроризмом и пиратством. Прежде всего, это соединение собрано для отработки совместных действий с целью предотвращения возникающей любой ситуации в Черноморском регионе. На выходе в море мы передадим опыт свой и получим опыт от других стран по выходу в море. Ну и самое приятное, что установление дружеских связей и дружеских отношений между моряками различных стран. Корабли соединения проводят в Севастополе до 20 августа, а с 15 и до 18 их откроют для свободного посещения с 14 до 18 часов. Дмитрий Слизовский, Виктор Кислицын, программа «Наше время».